Молдова своими пошлинами буквально залезает в карманы приднестровцев. Это мнение президента Союза промышленников и аграрии в Приднестровье Юрия Чебана. Александра Гашицкая продолжит. Приднестровские предприниматели уже начали платить импортные пошлины в бюджет Молдовы. О новых требованиях молдавская таможня заранее никого не предупредила. Более того, в декабре, когда стало известно о возможном введении нового таможенного кодекса, руководство Молдовы убеждало, что Приднестровье это не коснется. Введение нового режима – это прямой удар по бюджету Приднестровья, отметил Юрий Чебан. Никаких социальных обязательств перед Приднестровьем у Молдовы нет. И взимая пошлины, все деньги приднестровских предпринимателей направят на поддержание экономики Молдовы или, например, на ее оборонку. В любом случае, приднестровцы этих денег не увидят. В Молдове эти нововведения называют справедливым подходом, соблюдением принципов экономической справедливости. Но в итоге введение пошлин напрямую ударит по жителям Приднестровья. Специалисты прогнозируют, в первую очередь это отразится на стоимости основных продуктов – яйцах, молоке, мясе. Они подорожают. Мы начали анализировать ситуацию не только вот с этой продуктовой линейкой, а с линейкой медикаментозной, медикаментов. А там от 5 до 20 процентов, в зависимости от кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, идет взимание таможенных пошлин по импорту. И это ударит, в конце концов, по стоимости лекарств, которые наше население покупает в аптеках. А что народ сейчас в основном покупает? Покушать и немножко подправить здоровье, лекарства и продукты питания. Вы понимаете, о чем идет речь? Это бьет по простому населению. МИД Приднестровья уже обратился к международным участникам переговорного процесса и призвал не допускать усиления давления на Приднестровье. Пошлины, введенные Кишиневым, ухудшают положение приднестровцев. А реакции дипломатов на обращение Тирасполя пока известий не поступало. Власти Молдовы по поводу заявлений также комментариев не публиковали.